Друзья, всех приветствую! Это видео для Instagram Мы в этом видео немножко с вами поразмыслим, да? Я выскажу свою точку зрения А вы уже, как говорится, примите решение Скажите, ну, прав я, не прав Как вы видите, уже картинка уже видна Работа, ребята, уже находится на финише Осталось буквально пару часов и все Можно будет собирать инструмент Друзья, вы видите, узел вода смещен в левую часть Конечно, в идеале, если он был бы по центру По центру инсталляции Этого не получилось, ребята А не получилось, почему? Потому что здесь у нас проходят стояки Довольно-таки далеко от стены По-барски раскинулся застройщик И проложил прямо вот так, как есть Из этого мы потеряли частично пространство Полезное, да, санузла Но мы вынуждены, ребята, потому что Старики делала компания, которая строила дом Делала согласно проекту Нехорошего проекта Но мы не имеем права менять конфигурацию их Без согласования, без изменения проектной документации, ребята Из этого производилась переварка Как демонтаж врезок на полотеношитель Подъем врезок холодного горячего насобжения Для того, чтобы счетчики были в доступе Но, ребята, не в этом дело Не в этом суть Суть в другом Хочу вас предостеречь Предостеречь будущих людей, кто будет делать ремонт Мастеров, которые находятся в этой инстаграм-инстерии Так назову То есть все хотят идеальную картинку Красивую картинку Для этого делают отчаянные шаги Порой, которые противоречат проекту Проекту дома Объекту, где они работают Хотел бы предостеречь в чем У нас был соблазн Ребят Прижать стояки И увеличить вот это пространство Вывести узел вода в центр Получить супер картинку в инстаграм Чтобы вы меня залайкали Там прям Зацеловали Но мы этого не сделали, ребят Потому что Инженер согласился Но Где-то документировать это все Он отказался Говорит, все на ваш страхе Прижимайте Делайте как хотите Но если что Я приду И вы заново восстановите все, что было То есть Заприните стояки Перед этим, конечно, все Сломайте всю эту красоту И вернетесь в стройку И вот я В чем предостережение, ребят Я столкнулся с этой ситуацией По сути У себя Дома В квартире Теща В 2006 году Ребят, мы заказывали Переделку стояков У управляющей компании Тогда я совсем не думал О проекте Я думал Как же это Благородить маленькое пространство Потому что Это Ребят Старый дом Кирпичный И мы заказали работу У управляющей компании Которая Стояк горячего Восстановления Нам Зашило в стену То есть Я сделал штрабу Они туда Спаяли все эти Питинги Полипропилен И вот буквально Два месяца назад Пришла управляющая компания И начала нам Воносить мозг То есть Произошли проблемы У одного из соседа По этажу Как оказалось Горячее водоснабжение У нас Единое То есть На все 4 стояка У нас Фактическая Одна подача Ребят И вот у этого человека Проблема с водоснабжением Они прошлись Часть квартир Прошлись Прошлись Подвал У нас первый этаж И увидели Врезку полипропилена И они сразу Вот эта квартира Вот эта причина И пришли в нашу квартиру И начали говорить Что это Почему Почему нет стояка То есть Выносить нам В мозг Ребят Я был на работе Приехал я В уже назначенную встречу Собралась комиссия 4 человека Ну и пошла Вот эта вся На меня атака Благо что У меня хорошая память Ребят И я умею убеждать Я им объяснил Что Все работы выполнялись Вами К сожалению Чека не было Ребят Это обошлось Нам 12 тысяч рублей Ну У меня получилось У них Их Как бы Перебороть Потому что Не требовали Демонтаж Стены Демонтаж Стояка Вынос Его Вот как Он был И Ребят После вот Этой всей ситуации Конечно Дальнейше Будет там делаться Ремонт И я понял Что Так как мы Не согласовали Ничего Ребят Это же нигде Ничего не указано То есть Все должно быть Как было Я понял Что Мы Ребят Фактически Не защищены Как заказчики Как исполнители Да От вот таких Вот ситуаций У кого-нибудь Что-то произойдет Проблема с подоснабжением Там Кстати Была проблема С Там был подмес Подмес С леких душ Благо Это Не на нас Не от нас Причина Уменьшение Циркуляции И остывание Стояка Горячее Это было Ребят Это был подмес Но вот Если будут Проблемы уже Такого Глобального Характера То конечно Мы будем Одной из причин И нам придется Восстанавливать Это все Благо Впереди Ремонт Я Что-то такое Предусмотрю Как Как минимум Ребят Я выведу Стояк Как он был Без полотеншителя Без всех этих Врезок Без Вдаты красоты Но зато Я буду Ребят В рамках Закона Так что Я хотел бы И это видео По сути направлено На то Чтобы Избавить вас От будущих проблем Если нам Здесь не дали Согласовать Ну то есть Нам не дали Согласовать Законно Это все Только так Глаза закрыл Денежку взял Делайте Что хотите То лучше Конечно Оставить Стояки В первозданном Состоянии То есть В прямом Так что Красота Красотой Но Если вы не хотите Вернуться в ремонт Не хотите Получить Вот этот Весь негатив Соседей Ополчить Чтобы они на вас Ополчились И считали вас Виновными Делайте все Согласно проекту То есть Меняйте трубопроводы Меняйте Врезки Изменения врезочек Но не меняйте Вот эту ось Ребята Иначе У вас Будет очень много проблем Так что А ребятишки Которые Бегут За вот этими Красивыми фотографиями Ребятушки Включайте мозг Обращусь Я так Включайте мозг Потому что Красота Красотой Выпендривание Выпендриванием Но Ваши работы Могут привести К проблемам К финансовым потерям Наших Наших Важаемых Заказчиков Так что Всех обнимаю Ребята Удачи вам Старайтесь Делать согласно Проекта Не нарушайте И тогда Все будет хорошо Пока Пока Продолжение следует... Продолжение следует...